Шахтеры-яхтсмены. 40-я юбилейная парусная регата прошла на Федоровском водохранилище. Среди участников регаты три бывших горняка. Как проходила регата? Почему красочное мероприятие держится только на энтузиастах? И как сделать яхту самостоятельно в нашем следующем сюжете? Это румпель. За него держится рулевой, когда сидит на банке. Бывшего шахтера, механика участка Игоря Малахова всегда влекла стихия. Сначала водное. Он пришел в яхт-клуб в 1976 году. Потом воздушное. Стал заниматься дельтапланиризмом. В 90-х годах вернулся сюда, с тех пор плавает. Эту яхту он сделал своими руками. Борта эти называются комминсы. Само помещение называется кокпит. Это комминсы. Тоже из наборного дуба сделан. Гнули его очень тяжело мы. Недели две дуб вымачили, бесполезно. Грели потом в сауне, в парной. И потом на специальном трафарете выгибали. Еще один сторожил клуба и тоже шахтер Василий Зверев. Работал горным мастером на шахте Кузимбаева. Он был в числе основателей клуба. Но этот скромняга называет себя старшим помощником. Яхт-клубу «Водный мир» в этом году 40 лет. Но держится он на энтузиастах. Бывали времена, когда в ригате участвовало до 150 человек. Сегодня же только 5. Зато всем достанутся призовые места. Это фактически идеальный ветер. Хорошие условия. Мелкая волна. Прекрасно. Все пройдет. Очень быстро пройдут соревнования. Когда штили, это невозможно. Это очень тяжело. И, собственно, всем хочется пить. А так как вообще вес яхтсмена нормируется, то, как правило, выходит без воды. Парусная регата в День шахтера, шахтерские огни – это традиция яхт-клуба. И, несмотря на малое количество желающих, яхтсмены свято берегут традицию и проводят соревнования 40-й год подряд. Это уже состояние души. Это не традиция уже. Это уже как потребность. Состояние души. Папа, победи! Папа, победи! В разгар состязаний ветер стих и замедлил их ход. Участникам нужно было пройти на яхтах петлю восьмерку, потом треугольник. В классе «Луч» участвовали две яхты, в классе «Финн» – олимпийском – три яхты. Победителем стали Вячеслав Карасев и Ярослав Стецко. По морской традиции обоих искупали. Раз, два, три!